всем большой привет и добро пожаловать на мой канал я вам обещала что у нас скоро начнется подготовка к новому году поэтому сегодня я выкладываю для вас новое видео уже в новогодней тематике а героем сегодняшнего ролика у нас будет вот такая вязаная коровка свяжем с вами символ 2021 года вот такая она у нас симпатичная получится поэтому если вам понравилось если вы хотите связать такое же оставайтесь со мной обязательно подписывайтесь на канал ну и переходим к вязанию и так для работы нам сегодня понадобится белая пряжа это у меня yarnart джинс черная alize cotton gold бежевую пряжу я использую gazelle джинс коричневая пряжа это также yarnart и для мордочки нам понадобится розовая пряжа это также у меня вот такое самокрутка такая после распускания это yarnart джинс если вы видите свою коровку в других цветах конечно же вы можете использовать и другие оттенки также еще нам понадобятся глазки но я сразу подготовила иголочки чтобы можно было закрепить какие-либо элементы и иглы для пришивания но и конечно использую свой любимый крючок в этом вязании полтора миллиметра я сегодня вижу можно сказать вслепую вот у меня есть только такая схема при этом перед глазами нет картинки что в итоге должно получиться но я думаю что это и неплохо вместе с вами поэкспериментируем и будет такая небольшая тренировка перед созданием авторских игрушек но я уже начала вязать тело игрушки сделала вот такую одну ножку ну а вторую сейчас вместе с вами свяжу на камеру ну и как обычно делаем колечко амигуруми в него провязываем 6 столбиков без накида 2 3 4 5 6 затягиваем колечком и делаем 6 прибавок подряд начиная с третьего ряда я всегда ввожу маркер и третий ряд мы вяжем 1 столбик без накида и делаем прибавку так повторяем 6 раз в ряду получаем 18 столбиков без накида четвертом ряду мы с вами вяжем 2 столбика без накида делаем прибавку и так делаем 6 раз получаем 24 столбика без накида когда это все свяжите дальше нам нужно провязать 24 столбика без накида за заднюю стенку петли этим рядом за заднюю стенку петли мы с вами ограничим получается донышко нашего копытца и дальше вязание уже начнет подниматься вверх когда вы это все провяжите нам нужно провязать также 24 столбика без накида еще пять рядов но вяжем уже за обе стенки петли в итоге получается вот такой цилиндрик и теперь нам нужно поменять цвет пряжи меняем ее на белую также под распустить нужно последнюю петлю и довязать ее уже новым цветом и дальше продолжаем вязать белой пряжей 11 рядов также без изменения будет у нас в ряду 24 столбика затем закрепляем ниточку делаем один соединительный столбик обрезаем ниточку достаточной длины и вяжем вторую ножку я уже ее связала вместе с вами сейчас поэтому я ниточку не обрезаю и дальше продолжаем вязание и соединяем в процессе эти две ножки нам теперь нужно сделать 3 воздушных петли и соединить это вязание со второй ногой провязав 3 воздушных петли оставляем их на крючке и переходим ко второй ножке и начинаем просто провязывать на ней как ни в чем не бывало столбики без накида нам их нужно провязать также как они были изначально 24 штуки и дальше переходим к этой набранной цепочки смотрите мы почти довязали до конца считайте по петелькам чтобы у вас по ножке было провязано именно 24 столбика и после этого переходим на цепочку и по ней нам нужно провязать 3 столбика так как мы вы набирали цепочку из 3 воздушных петель логично что мы провязываем 3 столбика прокалываем эту цепочку и просто вяжем эти столбики 1 2 3 теперь переходим также на вторую ножку и по ней вяжем аналогично 24 столбика и вот мы вновь приблизились к цепочке посчитали что 24 столбика по ножке у нас провязано и теперь переходим также на эту цепочку и вновь по ней провязываем 3 столбика когда мы все это свяжем у нас получается в одном ряду 54 петли и теперь продолжаем вязать тело дальше без изменения провязываем 54 столбика без накида 16 рядов довязывайте самостоятельно и встречаемся я провязала 4 ряда и поняла что я с вами попрощалась рано потому что у нас же остались незаполненными ножки и если мы свяжем еще 16 рядов заполнять их наполнителем нам будет неудобно но тут еще у меня маркер выяснилось что осталось который я не заметила не убрала и судя по тому какие уже большие у нас получились ножки коровка в итоге у нас будет достаточно высокая и чтобы она устойчивее стояла нужно придумать что-то сюда в основании ножек когда мы с вами вязали конфетки вы видели как мы делаем донышко плоским приклеивали мы на него с внутренней стороны картон здесь мы провязали уже достаточно много и приклеить что-либо на внутреннюю сторону у нас не получится поэтому придется придумать что-то другое и кроме как положить на дно провязанной ножки монетку я больше ничего не придумала но и опытным путем я выяснила что лучше всего сюда подойдет 5 рублевая монетка приклеивать ее я не буду просто кидаю на дно и сверху она у меня прижмется наполнителем будет ли при этом коровка самостоятельно стоять я пока не знаю но тем не менее при набивке наполнителем копытца не будет закручиваться а будет оставаться плоским что само по себе уже и неплохо во вторую ножку также кидаю монетку и набиваю наполнителем кстати хотела вам похвастаться я тут столкнулась с тем что у меня закончился наполнитель и в итоге я пошла и купила целых пять килограмм и теперь у меня на балконе стоит вот такой мешок с меня ростом но зато теперь у меня точно он не закончится самый неподходящий момент ну а я ножки заполнила наполнителем мне эффект понравился как держат монетки внизу но это все равно лучше если бы их даже и не было и если попробовать сейчас поставить ну хотя у нас не связано еще тело и голова пока они стоят но будет ли она уже потом еще сантиметров 10 у нас до вяжется будет ли она стоять в этом случае пока неизвестно ну проверим когда до вяжем я набиваю достаточно плотно потому что я в принципе люблю туго набивать игрушки все и особенно внизу в самых копытцах потому что до них потом будет сложнее добраться но остальное можно будет еще добавить по мере вязания и так мы провязали 16 рядов по 54 столбика и далее мы приступаем к убавкам начинаем делать 7 столбиков и убавка и в ряду получаем 48 столбиков далее нам нужно 48 столбиков провязать без изменения я наверняка вам сейчас на экране напишу общую схему чтобы вы самостоятельно могли провязать потому что там все очень просто и видео мы затягивать не будем постепенно делаем убавки сокращаем количество петель между ними от 7 до 4 и при этом провязываем после каждого ряда с убавками ряд равный количеству петель получившимся в результате и завершаем это вязание двумя рядами по 30 столбиков без накида делайте скрин экрана и провяжите самостоятельно в результате у меня получилось вот такое тело я уже заполнила его наполнителем в процессе пришивания головы я еще его добавлю просто сейчас оставила немного свободного места чтобы было удобнее пришивать голову и что еще хотела сказать наполняем мы преимущественно в нижней части где ножки чтобы она была у нас такая более пузатенькая коровка если мне хочется добавить наполнитель куда-то далеко куда уже пальцами я не могу достать я себе помогаю ножницами либо еще каким-то таким более тупым предметом только не крючком потому что за ним обязательно все потянется назад но и забыла сказать что в конце вязания мы делаем соединительный столбик обрезаем ниточку и оставляем ее достаточной длины для пришивания головы ну а дальше мы как раз переходим к вязанию головы я уже связала больше половины опять же я снимать весь процесс не стала сейчас на экране вы видите схему по которой мы вяжем эту голову единственная похоже не подрасчитала пряжей придется мне в какой-то момент применить вот эту белую ализе белла далее по описанию у нас идет этап закрепления глазок но я пока не понимаю какого размера у нас получится мордочка поэтому я решила связать сначала ее а потом уже по соотношению с ее размерами делать и глазки и размер этих глазок и их расположение поэтому начнем вязать мордаху вяжем и ее розовой пряжей это будет у нас овал поэтому начинаем не с колечка а набираем цепочку из 10 воздушных петель теперь вяжем со второй петли от крючка провязываем 8 столбиков без накида давайте вместе с вами провяжем не спеша 1 2 3 4 5 6 7 и 8 у нас осталась одна петля и в нее мы провязываем 3 столбика 1 2 3 далее разворачиваем вязание и по другой стороне цепочки вяжем 7 столбиков 1 2 3 4 5 6 7 уже овал у нас получается и теперь мы заканчиваем этот ряд одной прибавкой так в ряду мы получили 20 столбиков на этом этапе я советую вам поставить маркер чтобы мы понимали где у нас начинается ряд потому что из-за прибавок у нас эта точка будет постоянно смещаться закрепляем маркер и дальше переходим ко второму ряду делаем прибавку тут может быть немного неудобно потому что в начале ряда там самая затянутая петля и пробраться через нее не всегда получается с первого раза делаем прибавку далее вяжем 7 столбиков 1 2 3 4 5 6 7 далее нам нужно сделать три прибавки получается в каждую из петель предыдущего ряда когда мы вязали три штуки в одну петлю мы провязываем по прибавки вот 1 провязала вторую и еще одна прибавка сделали дальше мы вяжем 7 столбиков без накида 1 2 3 4 5 6 7 и теперь сделаем 2 прибавки можете себя перепроверить в этом ряду должно получиться 26 столбиков дальше мы с вами делаем прибавку вяжем 9 столбиков 1 2 3 4 5 6 7 8 9 теперь вяжем 4 прибавки 1 2 3 3 4 5 6 7 7 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 1 2 3 4 5 6 6 6 7 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 семь восемь девять и до конца ряда остается провязать 3 прибавки 1 2 3 закончили этот ряд и получили 34 столбика теперь мы эти 34 столбика провязываем 4 ряда без изменения делаем соединительный столбик и оставляем ниточку достаточной для пришивания в итоге у нас получается вот такая милая мордашка достаточно крупная поэтому смотрите чтобы у вас глазки были не совсем маленькие чтобы они не потерялись на ее фоне я выбрала глазки 8 миллиметров уже их закрепила как закреплять вы уже знаете если смотрели мое видео а если не смотрели я оставлю для вас ссылочку верху экрана и я прицепила еще ей реснички приклеивать их не стала просто прижала перед тем как сделать заднюю клипсу и они достаточно плотно прижались и никакой дополнительной фиксации не требует глазки и реснички у меня с алиэкспресс вы также могли посмотреть распаковку на моем канале ссылочка также будет в описании когда глазки закреплены дальше продолжаем делать убавки схему вы видите у себя на экране но и в процессе вязания набиваем голову наполнителем теперь можно уже закрепить и мордочку вместе с ней голова стает намного симпатичнее и уже больше похоже на корову смотрите в местах поворота это где мы делали прибавки с вами как раз просится сюда сделать ноздри но мы их сделаем с вами с помощью утяжек это и многое другое я вам покажу чуть позже уже следующей части поэтому подписывайтесь на канал чтобы не пропустить самое интересное и до встречи в следующем ролике